Генпрокуратура РФ официально отказалась признавать ХАМАС террористической организацией. Представляете, то есть мы круче. Мы номер 35, террористическая организация, они нас признали, а ХАМАС не хотят признавать. Вот такие фироги. В Челябинске активисты повесили растяжку в поддержку Палестины. Ответственность за акцию взял Союз Маоистов Урала. Видите, и такие есть на Урале Маоисты. Народ плечистый. Пожар в Мостовском лесничестве ликвидирован в Кубани. На Кубани был очень большой, конечно, пожар в этом лесничестве. Рассказывали, что вертолет, у него сработал датчик, помните, у Газпромовского Ми-8, и он сел в тундре, потому что, значит, вот сработал датчик, ложное срабатывание. Оказалось, он горел, как швед под Полтавой, его тушили изнутри огнетушителем. Видео сейчас везде распространяют. Выглядит страшно, жутко взять, вы летите на вертолете в тундре, и у вас начинает крыша гореть. В полном смысле слова, но и в переносном, наверное. Самолет из Новосибирска экстренно сел в Москве из-за треснущего остекления. Это победа авиакомпания «Боинг». Стекло треснуло. Ну, бывает, но сейчас все чаще и чаще. То двигатель выходит из строя, то что-то замыкает, то кто-то выкатывается за пределы полосы. При взрыве в пригороде Владивосток погиб один человек. Говорят, что в частном доме какие-то взрывные устройства там были, да, и это взорвалось. Не знаю, надо больше информации. Взорвался неустановленный боеприпас, а рядом нашли еще один, маркировки нет. Количество россиян неплательщиков по кредитам превысило 21 миллион человек. Можете себе представить. То есть сейчас какие-то там уже цифры запредельные пошли. Это неплательщиков по кредитам. Сколько закредитовано, одному Богу известно. То есть рисует, что в той иной степени должники и люди, взявшие кредиты, имеющие долги, их более 70 миллионов человек в настоящий момент должников, да. А вот 21 – это уже все. А еще, помните, 20 миллионов – это нищие, которым вообще никаких кредитов никто не дает. То есть вообще все прекрасно. Похищенного из Кыргызстана активиста Льва Скорякина вывезли в Москву и пытали в СИЗО номер 2 «Бутырка». То есть представьте, вот этот Скорякин, он находился в Кыргызстане. И, предположительно, там 16-17 октября сотрудники спецслужб, да, в ночь с 16 на 17, предположительно, сотрудники спецслужб его похитили, российских, естественно. На следующий день его доставили в Россию, где он провел две недели в СИЗО без процессуального статуса и подвергался пыткам. Ну, от него требовали что? Что он сам приехал. Это понятно, что если они его вывезли в багажнике, они хотели, чтобы он рассказал, что приехал сам. То есть вот такие вещи происходят. Поэтому я понимаю, что в Кыргызстане и там в Казахстане условно не защитишься, да, и могут притащить в багажнике. А во всех остальных странах, ну, я рекомендую тоже поостеречься и быть готовым к такому нападению, если что-то происходит, чтобы вы были готовы потраха этим гадам выпустить на дорогу. Так что будьте вооружены, мой вам совет, если вас ищут путинцы. И вот этот Корякин планировал уехать в Германию, но его задержали из-за изъятия внутреннего российского паспорта. В прошлом активиста уже задерживали в Бишкеке, а также объявляли в Роск по делу о хулиганстве в России и так далее. Ну, в общем, очень неприятная ситуация. Понятно, что все эти Кыргызстаны, Казахстаны и все остальные, которые имеют в своем названии приставку «Стан», не годятся совершенно. Только, может быть, на скачок на один, то есть туда залетел и сразу в самолеты и рвать без оглядки. Вячеслав, как вам идея после побед запретить всех микрофинанских или электронных организаций, признать их преступными организациям? Ну, вы, наверное, не читали нашу программу. В России вообще мы запретим ростовщичество. Любое и микрокредитное, любое ростовщичество не будет. Оно будет считаться преступлением. Никакого ростовщичества мы не допустим. Ну, а этих, конечно, под каток. Что с ними еще делать? Это преступники, очень серьезные преступники. Которые уничтожают не только экономику страны, они душу народу уничтожают. Их под каток. Вячеслав, как бы вы поступили с мерзавцем-непутаткосиком, который предложил платить женщинам, чтобы не делали аборт, а отдали ребенку государству? Что я могу сказать? Когда мы возьмем власть, мы именно так и будем делать. То есть мы будем убеждать женщин не делать никаких абортов. И если вдруг по какой-то причине не нужны дети, мы готовы выкупать этих детей. Ну, у нас будет народное государство, а не путинское государство, где этих детей будут мучить, да, не кормить, разберут в конце концов на органы или сделают, как вот, помните, тогда, как в девятом году, 27 детей в интернате умерли от голода. От истощения от голода, конечно, этого не будет. И мы должны будем создать условия для воспитания детей, да, не хуже, чем в семье. То есть хорошие условия, прежде всего, хорошие условия воспитания и содержания и обучения детей в семье и такие же, а может быть, даже лучше, да, чтобы был определенный стимул уже в учреждениях, различных интернатах. Все это должно находиться под прямым надзором народным. Все прекрасно должны наблюдаться, все траты, все, так сказать, приготовления пищи и все остальное. То есть надзор будет жесточайшим. Здесь мы должны все четко себе представлять, что там должно быть все идеально. Продолжение следует...